Я Валентин Томашевский, приветствую вас у себя на канале. И у нас ни много ни мало, как обновление 3.0. Самые яркие изменения, которые в нем произойдут, описаны уже на английском языке. Поэтому предлагаю немедленно начать читать и переводить все это дело, и смотреть, что же там будет. Привет всем! Долгожданная башня Рока уже почти готова к запуску, и эти основные моменты обновления будут включать подробное объяснение этих функций. Ну, в общем, бла-бла-бла, погнали ниже. Итак, основное, что нам надо знать о Драковой башне. Новый игровой режим, в котором будет 132 этажа, 108 общих этажей и 12 этажей с боссами и 12 секретных комнат, собственно, через которые вы сможете пройти. Он будет доступен на нормальном и сложном уровнях, оба из которых будут повторяться. Башня Рока будет сбрасываться каждые 30 дней, сбрасывая ваш прогресс, рейтинги и будут меняться местами некоторые боссы. Некие ключи далее. Золотые и серебряные ключи будут добавлены в игру, когда Роковая башня будет запущена. Золотые ключи потребуются для доступа к этажу в первый раз, а серебряные ключи позволят вам получить доступ к секретным комнатам, ну, уже это ранее говорилось как-то, и переиграть уровни боссов, которые вы прошли, или переиграть уровни боссов, которые вы прошли ранее. Во как! В обоих случаях ключ будет вычислен из вашей суммы, что у вас есть, только в том случае, если вы успешно пройдете этаж или секретную комнату. Ни золотые, ни серебряные ключи нельзя купить. На обоих есть ограничения в 10 ключей и сбрасываться каждый день в 0.0.UTT. Однако, если вы получите эти ключи в качестве награды, внутриигровые действия, либо в качестве компенсации, вы сможете их использовать до следующего сброса. Ну, ключи и ключи пока непонятно, что тут про этажи нам расскажут. Башни Рока следуют классической схеме. Ваши герои сражаются через 3 раунда с противниками, а на каждом 10 этаже будет битва с боссом. Эти боссы будут разными. Ну, понятно. Их сила будет зависеть от выбранной вами сложности и вашего прогресса. Босс на 110 этаже будет намного сильнее, чем босс на 10 этаже. Как 110? Секретные комнаты будут представлять дополнительную проблему, поскольку для их выполнения требуются определенные условия. Например, использование чемпионов, определенной редкости, фракции, или типа, что мы тут видим на картинке? Ничего особенного. Вроде в разных фракциях. Ну, да ладно. За несколько дней до обновления мы выпустим видеоруководство и дадим вам уникальную информацию о боссах Роковой башни, их сильных и слабых сторонах, а также дадим несколько советов по борьбе с ними. Ну, и за что же будут все эти страдания? Какие же нас ожидают награды? Теперь о наградах. Первое завершение этажа перенесет вам набор наград, которые нельзя будет получить повторно до сброса башни рока. За прохождение этажей с боссом вы получите в награду материалы для кузницы артефактов. А каждый босс наградит вас материалом для определенного набора. Итак, вот какие у нас будут наборы. А вот и наборы, да. Фатал. Смертельный, фатальный. То есть, что за набор, как он будет. Вот. Его будем получать от кулдата магматического дракона. Два. На комплект два артефакта. Нужно всего лишь атака плюс 15% крит шанс плюс 5%. Какой-то неприкасаемый. Получим из Баргоса короля скорпионов. Комплект из четырех предметов. Сопротивление плюс 40%. Иммунитет на два хода. Вот это круто. На всякие аренки, чтобы тебя там штрафами не обложили по самые помидоры. Вполне себе полезный комплект. Вот только какое количество их фармят там на лаве, чтобы найти нормальные предметы на скорость. Тут, конечно, вряд ли так получится сильно разжиться от короля скорпионов таким количеством. То есть неконкурентное будет как-то. Аффинити брейкер. На противоположный цвет, который влияет, что-то непонятно. Получен из Агрита паука пустоты. Четыре предмета. Урон критический 30%, 20% нанести критический шанс вместо слабого удара. Ага, наоборот. Вот интересно, как это будет работать. То есть по противоположному аффинити, когда бьем, у нас есть 30% шанс нанести слабый удар. А вот это наоборот. Все хочет перевернуть. Обморожение. И интересное начало уже. Получаем из Сороса ледяного паука. Два предмета на комплект. 15% шанс противостоять заморозке. Неплохо. 10% шанс наложить заморозку штраф на атакующего. И чем больше комплектов вы накладываете, тем больше шанс увеличивается. Моя темная Элейн уже хочет такой комплектик. Хотя там еще новые герои есть тоже вполне себе. Помимо артефактных материалов вы сможете выиграть фрагменты героя, завершив секретные комнаты. Помните, что вы можете получить награду только один раз за цикл. Фрагменты обновятся после сброса башни рока. Поэтому обязательно завершите как можно больше секретных комнат. О, как жестко. А вот и герои, которых можно собрать в башне рока. И они не будут нигде более в игре доступны. Это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага, остальные все-таки это новые герои не из башни. Потому что там такие довольно интересные были. Так, и они как-то будут тоже ротетиться или что? Меняться? Почему их тут сразу пять? Ладно, погнали, нет времени дудо додумывать. Первым стоит некая фея, могильный ангел, ангел могил, ой, что-то, жуткое название какое-то. Красненький, атака из рыцаря-отступников. Будем читать сразу уже покрашенный скилл. Атакует два раза случайным образом есть 75% шанс наложить проклятие штраф и противостоять ему нельзя. Интересно. А каждый критический шанс кратический удар снижает кулдаун not of this world. Не из этого мира. Вот этот навык будет снижаться кулдаун. Сейчас чуть позже навык почитаем на один ход. Атакует всех врагов своим проклятием. Вот пожинатель проклятие какой-то хекс рипер и урон будет увеличен на 50% за каждый собственно проклятие штраф на который лежит на противнике. Нет на вражеской команде. Вот и суммируется до 300% нифигово. Снимает все проклятия со штрафов со всех врагов после атаки. Не от этого мира накладывает вуаль высокую на героя на три хода и дает дополнительный ход. Крыл ангел жестокий ангел пассивка какая-то будет 50% шанс наложить истинный страх штраф на всех врагов на один ход когда противник теряет 30% или больше от их максимального здоровья в за один удар. Бомба девочка Гамлок Скайхайт небесная шкура прятаться ну что-то такое в общем застилающие небеса какой-то гигант нет это орк 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 простите заело из красных герой поддержки тоже легендарный атакует одного врага 50% наложить пиявку лич так 50% наложить паразит паразит это по-русски не пиявка вот 50% наложить паразит штраф на два хода на двух случайных врагов если у этого героя половина здоровья ай ну и дальше после этих фокусов уже не хочется стоять если он мордой на восток то будет так делать если на запад то по-другому вот ну да ладно давайте почитаем второй навык атакует одного врага 60% шанс украсть два случайных бонуса с цели также есть 60% шанс снизить шкалу хода на 50% ну нормально крадет 50% цели шкалы хода вместо этого если у чемпиона полное здоровье опять фокусы начинаются ну то есть с первого удара он будет именно красить 50% а это довольно интересно потому что он походит и сразу у него наполовину будет шкала хода залита вполне себе интересно дальше дикий всплеск атакует всех врагов два раза каждый удар есть 75% шанса наложить снижение штраф снижения защиты на всех противников на два хода первый удар по каждой цели также дает 75% шанс снизить полоску шкалу хода на 10% а следующий удар в каждую цель имеет 75% шанс наложить 20% слабость штраф на два хода если у него полное здоровье ну окей и пассивка у него будет каждой 4 когда 4 или больше бонусов наложено на команду противников в один ход накладывает щит на этого героя эквивалентно 15% от его максимального здоровья на два хода ну такое себе я уж думал что-нибудь там сделать какую-нибудь гадость противником а он просто вот вылупил глаза и стоит смотрит как они там безобразничают обвешиваются бонусами а вот и герой легендарный за здоровье который за здоровый образ жизни из демонов рост soul cage надеемся что воид будет интересен ну что ж если вкратце он активно взаимодействует с ядами а пассивкой сам накладывает яды в том числе то есть когда атакован имеет 50% шанс наложить 5% штраф яда на атакующего на два хода так что на босса на мини боссов надо будет смотреть когда уже получим полностью данные по этим героям пока еще рановато маленько следить судить об этом всем эпик опять герой поддержки из стихии магии баннер лорды баннеретты интересный герой своей пассивкой он иммунный к снижению эффектом снижения полоски хода шкалы хода увеличивает на арене битву на 17% скорость жалко что аура что только на 17 маловато маленько накладывает умеет бонус увеличивает скорость на 30% это бонус такой увеличивает крит шанс на 30% и на 30% увеличивает крит урон на 2 хода на всех союзников однако не заливает полоску хода ну вернее он заливает но так сам себе первым навыком ну и второй навык у него крайне интересно звучит как там будет на практике не знаю атакует одного противника после этого атакует всех врагов если первая атака была критическая это несложно достигнуть и каждый удар имеет 50% шанс наложить стан на 1 ход после атаки снижает полоску хода каждого противника без стана на 20% вполне звучит полезно дальше эпический герой инфернальный голем демон герой защиты это уже хорошо и пироклизма который он накладывает атакует всех врагов 20% наложить выжигание здоровья штраф на 2 хода то есть на всех атакует и на всех имеет шанс наложить выжигание здоровья вполне себе интересно но правда шанс непонятно какой там будет после заливки книжками и увеличивается этот шанс на 20% за каждого живого врага то есть это вот исключительно я так понимаю против каких-то стай паучат и ижеподобными которые там будут именно у нас в роковой башне так что звучит очень перспективно можно дальше не тратить время не читать остальные навыки одного этого хватает уже по самое по самое и также довольно интересно звучит этот элементальный мах из темных эльфов герой поддержки красненький атакует противника 50% шанс наложить блок бонусов штраф на 2 хода а также у него есть интересный навык 75% шанс снять все бонусы со всех противников то есть он не бьет никого а только снимает соответственно на цвет ему начхать вот также есть 75% шанс наложить 25% слабость на всех противников на 2 хода звучит перспективно жаль что после этого он никаких гадостей противникам не делает там не морозит не убивает ничего но уже этого тоже достаточно и оживляет мертвого союзника с 50% здоровьем заполняет его шкалу хода на 50% и после этого также накладывает блок штрафов на него на 2 хода очень неплохо так звучит вот также оживит инфернального голема и уроста с холл рейдж с 30% здоровьем если они в этой же команде и не являются целью а то есть он оживляет одного цель вот и также заполнит их шкалу хода на 30% после обновления а если в команде есть инферном голем или урост то а если они являются целью то герой будет оживлен с 50% и также ну ничего особенного то есть так увеличивает меткость на 40% на 40 точнее рейтинги некие у нас появятся ранкинги каждый игрок завершив 10 этаж получит место в рейтинге башни рока в роковой башне и они поделены на следующие категории глобальные и по клану а или клановые рейтинг делится по уровню сложности нормальный или сложный завершение этажей башни рока принесет вам рейтингов очки и повысит вашу репутацию как и в турнирах вот после сброса башни в игре появится всплывающее окно с текущим рейтингом чтобы отобразить выделить самых успешных игроков новые герои очень мне понравился пикс пикс не судя по всему это будет герой который у нас будет на новый год на слияние какая-то чья-то шкура на ней тут одета и пришита нитками и вообще надо будет посмотреть плотнее что это за моделька высший эльф и навык мы один почитаем это ее пассивка когда противник накладывает заморозку на союзника у нас есть 20% шанс украсть эту заморозку штраф и положить его на этого героя вместо него вот и 25% шанс заполнить свою шкалу хода на 25% каждый раз когда получает заморозку и есть 35% шанс снять любую заморозку с себя в начале каждого хода ну работает только один если таких несколько на арене ну либо в группе интересная пассивка то есть она и сама королева тут морозы по всячески замораживает противников и в то же время противостоит заморозке то есть интересно будет смотреть но опять же тут рандом рандомный получится если две таких будут друг против друга сражаться и следующий герой я Карл Скорж бич ну хрен с ним короче этот бич это варвар герой атаки вводит мы его наверное никогда не увидим я так понимаю либо он будет у нас на слиянии не что-то сомнительно что у него в пассивке давайте почитаем пассивку снижает урон этим героем полученный на 10% и увеличивает урон этого героя наносимый 10% если хотя бы один или больше противников под штрафом заморозки увеличивает скорость на 15 и сопротивление на 50 если два или больше противников под заморозкой это пассивка активно он применяется накладывает анкил штраф неубиваемый бонус на этого героя на два хода когда три или больше противников под заморозкой но кулдаун 5 ходов очень интересно будет посмотреть как это все будет работать давайте как-то по-быстрому это дело пробежимся очаг виндарин не знаю что это слово значит что за виндарин демон герой поддержки что у нас есть в пассивках лечит всех союзников на 5% максимального здоровья их максимального здоровья каждый раз когда под выжиганием находится ну так себе заливает шкалу хода всех союзников на 10% каждый раз когда противник под заморозкой это уже интереснее получает ход это уже интереснее то есть опять будет задействовать с заморозкой гринч мы думали нечто подобное будет главным собственно героем на слиянии зимой ну что ж гринч огр у нас такой герой поддержки опять красный эпик зато не так сложно будет достать что у него в пассивке заполняет шкалу хода всех союзников на 10% когда бомба штраф детонирует на противнике но когда бомба взрывается ему пора бы уже умереть хотелось бы а не 10% союзников ухода что-то начало такое не очень ладно дальше потом почитаем а то мы как-то жутко затягиваемся ребаланс артефактов давно ожидаемая мы обновили 8 недостаточно эффективных 8 друзья наборов артефактов комплектов как говорится чтобы у вас было больше возможностей экипировки ваших чемпионов независимо от того являетесь новым игроком работающим с ограниченной коллекцией чемпионов или ветераном ищущим новую стратегию бла-бла-бла короче погнали месть а наша контратака комплект стал 35% шанс было 25% шанс на контратаку когда ударен сейчас 35% ну как-то его вяло использовали но все же использовали может сейчас получше начнут использовать комплект регенерация который лечил на 10% каждый ход да практически потерял смысл теперь будет лечить на 15% но не уверен что такое увеличение однако лучше стоит увеличить по чуть-чуть и если потом опять не будет пользоваться спросом то надо будет еще улучшить а вот отрава отрава с 50% шанс подняли до 75 но ничего не изменили насчет того что это маленький яд и на два хода ну не знаю тоже такое себе так это комплект реакция рефлекс и 40% было 30% шанс сбросить один кулдаун на случайный навык стало 40% редко используем мы это а возмездие еще реже и здесь изменили 30% шанс контратаки когда получаешь критический удар на 45% как-то а и без пенальти по урону то есть на том кутра таки 80% пенальти но посмотрим как это будет работать в прошлом виде возмездие было какое-то очень тухлое дестрой раньше вообще какой-то был неюзабельный комплект один из первых которым я попробовал пытался что-то из него выдавить ну и поднялись 30% до 40 снижает максимальное хп но это от урона полученного противником вот это от урона и он не может быть там по-моему наполовину только здоровье можете снизить проклятие из четырех комплектов от 50% шанс наложить 50% снижение лечения до 75% подняли ну то есть мне это видится так что был унылый такой унылый он и остался комплект лечения который с 10% бонус лечения поднимет на 20% бонус лечения однако как нам объясняли как работает этот бонус лечения то то есть это процент от процента соответственно то есть очень мало поднимет это дело все а и осталось на самые последние две строки наконец-то мы добрались до конца уже 25 минут почти ролик новогодние декорации вернулись встречайте новогодний сезон на стиле и также многие фракционные войны были ослаблены и стали стало легче их проходить однако это уже имеет эффект ну что ж друзья вот так быстро мы пробежались жаль что по героям особо так сильно не прошел но совсем нету времени слишком и так длинный ролик ну что ж будем ждать башню главное здесь это башня а обновление аж 3.0 стало на этом все друзья берегите себя всем удачи пока пока субтитры